С нас снимают, с меня тем более 100%, с мужа снимали 50%. Нас лишили даже этих денег. Вместе с супругом Ирина Шарипова выживают на минимальную пенсию – примерно 10 тысяч на каждого в месяц. Но последние полгода пожилые челябинцы не видят даже этих денег. В июне с карты пенсионерки исчезла половина суммы. Когда женщина пошла выяснять, куда делись средства, оказалось, что на пожилой паре висит долг больше 60 тысяч. Ирония в том, что внушительная для пенсионеров задолженность накопилась за квартиру, которую они продали еще пять лет назад. Придя к коммунальщикам, пенсионерка узнала, что их с мужем лицевые счета действительно закрыты. Почему с них списывали средства за чужие долги, остается загадкой. Мне отвечает юрист водоканала, ну извините, кого нашли, с того и взяли. Челябинке пришлось пройти десятки инстанций и собрать тома справок. Суд постановил, что денег южноуральцев лишали незаконно и отменил производство. Но даже после того, как коммунальщики перестали начислять долги, списания не прекратились. В общей сложности южноуральцев лишили почти 30 тысяч рублей. Даже больше. Приставы просто арестовали карту пенсионерки. Я предъявляю им еще 11 ноября вместе с заявлением. Соглашаются со мной, обещают завтра, завтра. И в итоге еще два месяца они меня так. Им легче какие-то сборы потом собрать. Это их премия, зарплата или как. Сейчас у пенсионеров нет денег даже на продукты и лекарства. А без них супруг Ирины, диабетик, перенесший три инсульта, не жилец. Когда первые 50% он увидел, что снимает и незаконно, мы боялись, что четвертый инсульт будет. Давление поднималось за 200. Динамили челябинцев несколько месяцев. Но на следующий день после нашего обращения к судебным исполнителям выяснилось, что арест уже снят и возврат средств займет пару дней. Судебным приставом было вынесено постановление о прекращении исполненных производств, а также постановление об отмене обращения взыскания на денежные средства. Взысканные денежные средства в период рассмотрения заявления об отмене судебного приказа будут возвращены гражданке на ее счет. Правда, на этом мыторство пожилой Читы не закончены. Чтобы взыскать средства с ресурсников, списанные до приказа, придется обращаться в суд. Так что пенсионерам остается лишь гадать, когда их заслуженно заработанные деньги, исчезнувшие из-за чьей-то ошибки, вернут назад.